Добрый день! Я Бугунтаева Гульнара Наримановна, победитель регионального этапа республиканского конкурса «Панорама педагогических идей». Работаю в специальной школе-интернат номер один города Кокшитау, учителем русского языка и чтения, дефектологом. Урок по чтению и развитию речи представлен на конкурсе по теме «Мухтар Ауэзов. Первая часть из романа «Путь Абая в Дебрях». На уроке соблюдаются принципы как группового, так и дифференцированного индивидуального подходов. Тип урока – урок открытия нового знания. Это предполагает, что учащиеся получат новые знания и попытаются их реализовать и применить на практике. Поэтому цели урока я поставила так, чтобы четко прослеживалась их взаимосвязь. Согласно им, по окончанию курса за седьмой класс ожидается, что учащиеся смогут отвечать на вопрос, о чем это произведение, читать вслух и про себя правильно, выразительно, с элементами беглого сознательного чтения, характеризовать героя с помощью вопросов учителя. Также были поставлены и коррекционные цели. Это усиление концентрации устойчивости зрительного внимания, развитие словесно-логического мышления, пространственного восприятия. Формирование умений составляет целое из частей. Воспитательные цели. Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности, обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету. Воспитание патриотизма, которому учит нас роман «Путь Абая», знакомит нас с традициями и обычаями казахского народа, где характерной чертой нашего народа является гостеприимство и трепетное, уважительное отношение к старшим, где детям с колыбели прививает почитание и уважение к старшему поколению. Учит прислушиваться к их мудрым советам, никогда не оставлять близких и родственников в беде, хранить честь и достоинство своей семьи и рода, что является актуальным и в наши дни. Цели урока отрабатываются благодаря системному применению авторских технологий когнитивно-продуктивного обучения, активных методов, упражнений для отработки навыков чтения, программно-аппаратному комплексу и учебных интернет-ресурсов. Достижения цели урока обеспечиваются с помощью активных методов «Здравствуйте» и «Итоговый круг», кинезиологического комплекса, методов когнитивно-продуктивного педагогического технология, такие как «Перепутанные линии», «Собери картинку», «Найди пару». Сегодня на уроке мы с вами начнем знакомиться с творчеством Мухтара Аозикова и познакомимся с отрывком из его романа «Путь Абая». Название отрывка вы сейчас ваше пройте. Также достижения целей способствовали упражнения для отработки навыков чтения, такие как «Собери слово», «Поларбуза», программно-аппаратного комплекса, ноутбуков, учебников для чтения и развития речи за седьмой класс, учебного интернет-ресурса «Ворд Вэлл». Ребята, давайте вспомним биографию какого писателя мы с вами знакомились на прошлом уроке. Второй вызов. Второй вызов. Давайте сегодня повторим сейчас его биографию с помощью платформы «Ворд Вэлл». Читаю вопросы. Последовательное описание человеком событий собственной жизни. Что это такое у нас? Автобиография. Начнет у нас. Открыли все? Начнет Паша. Я прямо по возбираю, что я из Каравиевской Абай остался на зимовье. На зимовье? На зимовье. Так, ребята, давайте теперь поработаем по вопросам. С кем остался на зимовье Абай и Скибай? С матерью и бабушкой. Какое вам было единственное занятие? Учение. Ребята, следующее задание, которое мы должны с вами выполнить, это прочитать текст по половине строчки. У вас у каждого на нетбуках текст. Читайте вслух. Потом один будет тут у доски прочитать. Деда, собираешь картинку, у тебя получится слово. Собираю картинку. Читаем, что мы можем попросить вас, первая группа, чтобы вы подошли к одному столу. Подарите любую аренду. Вам надо соединить стрелками строки из произведения. Слава, выходим. Честно. Приготовьте карандаш. Самостоятельно соединяем. Так. Деда, у тебя нужно постреливаться к рациону. Все же жизнь у нас суетятся без полков. Всю жизнь они суетятся в детстве. Карслава, прочитай, пожалуйста, нам текст полностью. Такое уважение бабушки к его книгам. У Влада Вова оба его на еще больше углубился. В чине его замечательными рассказами. Использование интерактивной доски предоставляет возможности для оптимизации процесса обучения, создания содержательных и наглядных заданий, развивающих познавательную активность учащихся, способствует развитию творческих способностей и положительной мотивации к изучению предмета за счет создания ярких образов и впечатлений, что способствует более полному и глубокому восприятию учебного материала. Применение учебных интернет-ресурсов позволяет стимулировать познавательный интерес, придать учебной работе проблемный, творческий, исследовательский характер, во многом способствовать обновлению содержательной стороны предмета, индивидуализировать процесс обучения и развивать самостоятельную деятельность школьников. Давайте повторим свои новые слова, которые мы познакомились. Соберем их и дадим им определение. Кто был первым? Пошли, да. Что получилось? Помогаем ему прочитать. Дебри. Дебри, да? Что такое дебри? Дебри, это заинцы. Если бы сюда все деревья. Ну, правильно. Даша, Слава? Я нашел. Нет, Алексея. Ну, все, бери. Сейчас, вот он. Медресе. Что такое медресе? Мой взгляд, каждый этап урока был интересным и непохожим на предыдущий. Постоянно смена видов деятельности не давала ребятам возможности устать, отвлечься или заскучать. По отзывам учащихся урок достиг поставленной цели. Надеюсь, дети получили важную и полезную для них информацию. Но впереди новые уроки, а значит, детей и меня ждут новые открытия. В свою очередь, хочу поблагодарить организаторов конкурса «Панорама педагогических идей» и пожелать всем участникам удачи и творческих успехов.